Всем привет! Привет! Сейчас мы с мамой идём в посёлок, к стадиону. Идём мы туда не просто так. На днях мне написал на почту заместитель главы Сеново-Сельского поселения. Для чего? Чтобы я помогла им заснять наш стадион, потому что будет проходить конкурс, по которому хотят отремонтировать стадион, дорожки, в общем, привести в более-менее презентабельный вид, как это сейчас сделано в Сеново. И моя задача будет с какого-то определённого ракурса, как скажет заместитель, сфотографировать стадион, и эти фотографии пойдут на конкурс, чтобы потом можно было увидеть, что было до, каким был стадион, и каким станет стадион после ремонта. Немножко засниму вам дорогу, как мы идём до центра посёлка. У нас особенность стадиона такая, что он находится прямо на берегу около моря. И с него открывается очень красивый вид на Таманский залив, на гору, которая на противоположном берегу. Скорее даже не гора, это у нас потухший вулкан. Гора, Горелая называется, вот. Ну это здорово, я считаю, что если будет вот этот ремонт, то будет классно стадион выглядеть, потому что он такой большой, места там достаточно. Может быть даже школьники будут заниматься, потому что я видела стадиончик и площадка, которая около школы, она очень в стареньком таком состоянии уже. Может быть они даже туда будут ходить, да, школьники? Вообще жители ждут парк. Ну да. Уже много лет нам обещают. Вот, наверное, ещё вот этого хочется, потому что многие говорят, доживём ли мы до того, когда появится парк. Я видела в ДК, как-то висел проект этого парка, но пока что-то как-то с места ничего не сдвинулось. Ну вот сделали Сином парк. Будет набережная в Тамане. Когда-то может быть, когда-то. Когда непонятно. Вот. Но у нас вообще в Темрюкском районе, я считаю, есть проблема с общественными пространствами. То есть не хватает ни набережных, ни парков. Вот этого очень мало. Но в Темрюке сделали новый парк. Его мы обязательно вам покажем. Но хотим дождаться, когда уже до конца его отремонтируют, приведут в должный вид, и уже можно будет показать, вот как есть. А то зачем сейчас ходить? Нам кто-то написал, типа, мы показывали Темрюк, вот, когда были в городе, говорят, а что вы не показали новый парк? Ну, потому что он еще не до конца доделан. Ты проезжаешь, а там еще лежит плитка. То есть еще он не готов. Поэтому дожидаемся окончания, и уже потом идем. А так, то, что я уже видела, очень, конечно, красиво сделали, современно. Вот. Но маловато для Темрюка. Хотелось бы, конечно, чтобы как-то больше, да и в целом в районе было больше общественных пространств таких. Вот он, стадиончик наш с новой площадочкой. Я думала, мы опоздаем, а мы пришли даже вовремя. И первыми. Такой видик-то красивый сидит. Да, сегодня красиво. Я думаю, сейчас я буду раскладываться на этих лавочках. Подготовлю дрон. Сейчас сидим с мамой, вот обсуждаем, смотрим на край берега, что здесь тоже, так же, как и в пересепи, очень близко стоят дома около обрыва. Но есть расстояние. И мы обратили внимание, что около берега растут деревья, как нужно. То есть, как называется, террасирование, да, то есть, когда засаживают деревья, чтобы укреплять берег. В пересепи этого нет. Люди там просто на землях для личного подсобного хозяйства, ЛПХ, построили гостиницы. То есть, там нельзя было строить. Я сегодня ради интереса зашла вот в кадастр этот как раз, кадастр недвижимости, смотрю, ЛПХ, ЛПХ. А что ж вы строите-то? На землях ЛПХ свои гостиницы. Эти земли были специально даны для того, чтобы там огородничеством заниматься, но никак не для того, чтобы заниматься сдачей жилья на лето. Вот. Здесь вот видно, что раньше насадили вот этих деревьев, и они укрепляют берег. В принципе, у нас такого сильного обрушения у нас в поселке берега нет. Понятное дело, все это естественно, оно там, сколько это сантиметров в год, оно везде будет опадать, опадать, уходить. Но прям, чтобы вот ушли 50 метров берега, такого нет. Ну, я думаю, нам нужно будет явно повыше взлетать, потому что стадион большой, но вот сейчас посмотрите. Так, это вот... Я думаю, вот так вот. Отлично, да? Я думаю, да, с того попробую. Я сейчас, конечно, каличу, но солнце просто оттуда, не факт, что оно будет... Ну, тогда, если попробую... А сейчас посмотрим, я сейчас каличу. Полностью дорожки, да? Дорогу вот эту получать. А, вот так? Или... Да, вот так, да? Отлично, я думаю, так. Сегодня отличная солнечная погода, как раз для полетов на дроне, ветра нету, и для вас покажу красоту, какая у нас сегодня. Уже такое ощущение, как будто весна пришла, настоящая весна. И как красиво сегодня у нас выглядит Таманский залив. Такая голубая-голубая вода. И видимость очень хорошая. Видны соседние берега. В самом посёлке потихонечку кипит жизнь. Машины ездят, люди ходят. И дрон всегда привлекает внимание, потому что он очень шумный. Все всегда оборачиваются, поднимают головы. Это я уже заметила. Потому что, ну, как не обратить внимание на какую-то жужжащую штуку, которая летает над твоей головой? Не все ещё знают, что это такое. Ну да, немногие знают. Красиво. Смотри, Крымский мост. Видел? Видно? Мне кажется, там смотри, как хорошо. Вот эта карта. Смотри, кажется, мне сейчас смотри. Ещё есть такая важная информация для жителей нашего приморского посёлка. Я знаю, что вы смотрите. Очень много людей, которые подписаны на меня и смотрят с нашего посёлка. В общем, парк в посёлке у нас будет. Сейчас, в ближайшее время, хотят начать расчищать территорию под парк около заброшенного кинотеатра. Начнут с этого. Не всё это быстро будет, понятное дело, но дело сдвинулось с места, поэтому радуемся. Да, конечно, как не радую? Конечно, хочется, чтобы был парк свой в посёлке. Так что вот такая важная новость. В некоторых местах в посёлке уже зацвёл миндаль, но не все деревья. Здесь, например, только почки, и они вот-вот откроются, но цветов ещё нет. Но я обязательно сегодня покажу вам деревья, которые усыпаны уже цветами миндаля. Это уже весна. Весна пришла. Решили мы дойти до нашего любимого пирса. По такой аллейке. Кто ещё не знает, что здесь это всё делает? Житель сам. Да. За свои деньги. Местный житель, да. И мостик для всех. Вот и первый цветущий миндаль. Дерево. Вот оно. Видишь, как здорово. 15 февраля миндаль цветёт. Но уже несколько дней ведь цветёт он. Игорь Негода. 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 Вот, оценяй, насколько всё упало. Подойди, посмотри. Здесь же были всё деревья. Так вот они все упали. Посмотри ещё. Вот. Они просто уехали туда. Уехали, да. Так получается, везде такое, значит, по всему. Ну, конечно, где такие берега, они все свойственны обрушения. Но здесь ещё это медленно происходит, потому что всё насажено. Деревья ещё сдерживают как-то, понимаешь? А если, представляешь, не было бы деревьев, так вообще бы оно уже давно уехало всё. Да. Даже как-то непривычно на это смотреть. Ну да. Как они, да, уехали все. Вот они укрепили. Вот оно всё, видишь? Для укрепления сделано, чтобы не обрушалось. Да, теперь у нас новый берег, новый вид на берегу. Релакс и тишина. Водичка-то какая чистая. Да. Вот она, наша приморская красота какая. Просторы. Вода вокруг. Вода, вода, вода. Вообще идеально чистая вода. Водорослей практически нет. А песочек, смотри, какой красивый в воде. Да. Такой, как волны, да? Да. Вот в таком красивом месте мы живём. ПО 달�au. Водорослей. Аплодисменты в уп empreст. Водорослей. В корешке готов. Водорослей в воде. Рыбу поймала! Рыбу чайка поймала, что ли? Точно! Чайка поймала рыбу. Вот это я понимаю. Вот рыбалка. Она нырнула и поймала. Раз нырнула и сразу поймала. Вторая увидела, подплыла. Теперь их двое. Пока мама пошла в ДК продлевать книжки, библиотеку, я решила посмотреть, какие цветы уже вылезли около ДК. И так много здесь подснежников. Они такие красивые. Вчера, видимо, был праздник. И всем читателям, кто приходил в библиотеку, дарили книги. И мне в том числе подарили вот столько журнальчиков. Как раз они очень нужны мне. Покажи вот так, как они любят. Видите, какие интересные журнальчики. Как раз они связаны с огородом. Это просто даже слов нет. Очень полезно будет. Какие там еще? Разные они разные. Здорово. Не зря зашла. Да, я очень люблю ходить в библиотеку, что-нибудь брать, читать. Я тоже брала книгу про Тамань. Очень полезную читала. Было интересно. Пойдем сейчас домой? Да, домой уже пойдем. Идем по улице, а петух орет. Вон они гуляют красивые такие. Голосистый петушочек-то. Вот за что люблю, когда так идешь, и в ходу Хиви типа вот. В города такого не увидишь. Вот зачем-то подкупает, что какая-то такая вот домашняя. Простота. Простота такая, да. Простота. Потому что надоело уже в городе жить. Это не то. Вот сразу несколько деревьев, которые уже во всю цвете. цветут. Раз, два, три. Вот они. Ну да, цветут. Мы когда ехали, я сразу заметила их около дороги. Что они зацвели. Потому что еще мало где. А запах-то, запах-то какой у этих цветов. На деревьях. Ни с чем не сравнимый. Такой фруктовый, сладкий запах. Еще вкуснее, наверное, пахнут персики. Вот. Миндаль и персики это самые сладкие запахи, которые можно весной учуять на юге. Собака, видимо, никогда не видела свиней. А тут соседские свиньи ходят. И она лает на них. Ее нужно будет как-то от этого отучать. Как отучать, я не знаю. Потому что так, конечно, не пойдет, что она лает просто на свиней. Потому что они каждый день здесь гуляют. И она не прекращая лает. Видно, что она все-таки была, видимо, квартирная собака. Потому что малыши наши так постоянно не лают на свиней. Посоветуйте, что можно сделать. Малыши сидит в будке. Не лает. Малыши молодец. Лает, когда чужие приходят. Малыши, ну ты учи эту. Ты ее учи. Ты учи. Ты чего не учишь? Учи ее. Она вроде поняла, где сидеть, а лает. Чего она лает на этих свиней? Вот она видит далеко-далеко, что свиньи вон там ходят. И лает. И не прекращает лаять. Малыша, твоя задача первая. Как старожила научить ее уму-разуму. Малыша, ты должна научить прежде всего. Как бегать по огороду? На кого лает? На кого нельзя лает? Малыша, да, мы тебе говорим. Ты видишь, что она не понимает? Она не понимает вообще. Так. Что нужно сделать? Иди сюда. Дуся, иди сюда. Иди сюда. Дуся, иди сюда. Иди сюда. Иди ко мне. Иди ко мне. Мне кажется, что ее нужно познакомить с этими свиньями. Потому что она не перестанет. Дуся, все. Идем, Дуся. Дуся, идем туда. Она боится свиней. Нам ей надо показать, что она боится. Тяжелая собака. Что это? Что это? Вот они свиньи. Вот они. Оооо, все. Она боится. Она боится свиней. Все. Как-то она достучать будет. Я не знаю как. Я ее подношу. Все. Она драпанула. И так уже второй раз. Квартирная собака была. Она так уже очень долго лает. Не знаем, что сделать вообще. Как ее воспитывает. Веник она тоже не понимает. Ну так, немножко что-то пригибается. Ну я так немножко, типа, хватит лаять. Пригрозила. Малыша у нас боится веника. Почему? Потому что, когда она жила у прошлых хозяев, ее там бабка гоняла веником. Их всех гоняла веником. И она, малыша, очень хорошо знает, что такое веник. Стоит только в руки взять веник, она уже сразу все понимает. Это не понимает. Ласковая, хорошая, все. Но манерам нужно учить. А у этой ревность. Ой, 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 ой. У малыша ревность. Так, Дуся. Их надо обоих гладить. Что творится вообще? Ну-ка хватит. Ну все, тихо, тихо. Дуся. В общем, посоветуйте, как отучить собаку лаять на скотину. Она, вот как бы, расстояние не маленькое, да? Но она их видит и она лает. Малыша не лает. Малыша у нас приличная. Малыша у нас знает правила. Да, малыша? Девчонки у нас подружились уже. Уже бегают. Вдвоем уже бегают по огороду. Малыши, конечно, очень ревнуют. Ну прям очень ревнуют. Подходишь к Дуське, так она... Начинаешь ее гладить. Малыша подбегает. Ей тоже надо. Чашку она не даст. Жадная, ревнивая. Ну потому что хозяйка здесь. Да, малыша? Да, малыша? Ты у нас тут хозяйка, мы знаем. Ну вот это что? Чтоб малыша раньше так подходила, такого не было. А теперь она тоже хочет, чтоб ей уделяли много внимания. Хотя раньше она ко мне прям малыша... Малыши меня не особо любят, скажем так. А тут она прям вот, ласкается. Не хочет, чтобы внимания доставалось больше той собаке. Но мы стараемся и той, и этой одинаковое внимание уделять. Так, ой, отойди, отойди. Нашли занятие себе на голову. Дел-то куча есть дома. Но наша новая собака нам покоя не дает. Она несколько часов подряд лаяла-лаяла. Лаяла-лаяла на свиней соседских. Главное, свиньи-то соседские, они вот там аж в конце огорода, да? А лает она, сидя у нас под окнами. И мы уже, у нас такая головная боль. Я думаю, что делать? Я говорю, маме, она, скорее всего, боится свиней. Что вообще делать? Я говорю, надо взглянуть страху в лицо. Обычно так у людей. Если чего-то боишься, надо что-то сделать, то чего ты боишься. Я говорю, мама, давай сделаем такой, как вольерчик небольшой, из подручных средств. Чтобы она вот там посидела и посмотрела на этих свиней, полаяла себе вдоволь. Но не у нас под окнами. В итоге мы нашли все, что у нас есть. Принесли фанеру. Что еще мы принесли? Какую-то доску хорошую. Вот. Огородили. Подкоп сделали, чтобы эти доски очень хорошо встали в землю. В итоге она все равно вылазит. Мама говорит, давай возьмем вот такие поддоны. Давай сделаем из них вот здесь. Чтобы вот с этой стороны у нас как, как называется эта штука вот? Ну, это шифер. Шифер. Чтобы она никуда не лезла. Просто там была сетка, и она эту сетку нагибает и вылазит. Вот. Ой, приключение, блин. Она же еще, как мы ее посадили в этот вольер, свиньи были вот в метре, она обослалась. Это еще и мыть ее надо будет вечером. Она вся обослалась. Вот она, героиня этого вечера. Я думаю, столько работы, она меня отвлекает. Я просто раз хожу на улицу и ее успокаиваю. Фух. Да, мы пытались с ней договориться, ну, как бы научить. Сиди на месте, сиди. Только... Да. Мы выходим, говорим ей. Уходим, она начинает снова лаять. И так бесконечно. Я говорю, все. Будет сидеть рядом со свиньями, смотреть на них, лаять. Фух. Надеюсь, действенный способ будет. С малышей никогда таких проблем не было, чтобы она лаяла на свиней несколько часов подряд. Та, видимо, да, в квартире жила и боится свиней. Ну что-то. Уходит далеко и лает. Ага. Сейчас посмотрим. Сейчас мы хотим, чтобы у нас здесь вот этой дырки не было. Надо копнуть вот здесь немножко, чтобы оно хобо и так вставилось. Где-то тут, да, наверное? Угу. Я только на кухне готовлю, бегаю через каждые пять минут на улицу. Я успокаиваю, но не понимают меня. Вот напишите, что бы вы сделали на нашем месте. Мы других больше способов не нашли. И мы пытались договориться с ней. Пытались ее вразумить. Но нет. Вот. Так. Я думаю, вот это можно будет еще, наверное. Надо ужинать и готовить. Я тут собакой для собаки делаю. Временное жилье. Ага. Изолятор. Я бы назвала это изолятором. У нее окошко есть. Будет смотреть на свиней. Вот. Нормально. Ну, че, нормально. Вообще нормально. Ну, пока. Что теперь? Ну, да. Приходится же что-то придумывать. А то мы с ума сойдем от этого лая бесконечного. Зато сейчас сидит. За нами убедает. Усадили. Беспризорницу нашу. Ой. Устроила дело. Нормальное у нее тут место. Потом на ночь придется там мыть ее. Вот смотрит. Пусть смотрит на свиней. Вольерчик такой получился. Вот как собаки в приютах живут. Вот. У нее такой же вольерчик. Временный. Собачку мою. Ой, ой, ой. Куда пошла? Куда пошла ты? Куда? Ой, че делается? Вот. Пусть надо на попу. Да посмотри, че там здесь получилось. Вытерем. Вытерем. Куда ты пошла? Сейчас тут все уханькаешь нам. Может мне надо держать ее? Давай я буду держать или я буду мыть. Сиди, 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 сиди. Тихо, тихо. Молодец. Хорошая собачка. Ты же не виновата, конечно. Если ты жила в квартире, тут сейчас увидела столько всего нового. Тихо, тихо, тихо. Сиди, сиди, сиди. Давай. Надо посидеть, помыться. Ты грязная. Куда ты сейчас пойдешь такая? Потом вообще не отмоется она. Да. Давай сейчас нальем ей воды сюда. Давай, давай. Сколько помыть надо? Ты че? Куда пошла? Я могу подержать ее. Да ничего. Молодец. Хорошая девочка. Или могу помыть? Нет, помой ее. Она сейчас помолкнет. Хорошая девочка. Да ты молодец. Ну ты же хорошая девочка. Мы же тебя взяли, чтобы ты была хорошей подружкой. Все, молодец. Сейчас помоешь ты и будешь хорошая. Потом покушаешь. Все, все, все. Куда ты пошла? Да. У нас малыши такого никогда не было. Такую собаку еще мыли. Попу мыли. Попу собачки мыли. Вот это да. Все бывает впервые. Вот это да. Да. Пемпература вода нормальная? Да, нормальная. Молодец. Молодец. Хорошая собачка. Чистенькая сейчас будешь. Ты у нас чистулька будешь. Молодец. Она там шашабарка насоборала себе. Ой. У нас у малыша никогда такого не было в шашабарнике. Посмотрите. У нее все лапы в шашабарнике. Все. Она сейчас будет вся у нас. Все. Тихо. 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 Все. Все. Первый раз в своей жизни пришлось мыть мне. И вытирать собаку. Еще и такую волосатую. Она спокойно себя практически вела, когда ее мыли, вытирали. Это значит точно, что она квартирная. И для жизни в огороде она не приспособлена вообще. Эта собака у нас только первый день и уже столько делов натворила. Конечно, она не виновата. Потому что она жила в других условиях. Еще. У нее очень длинная шерсть. У нас по всему огороду такие шашабарники, которые липнут к шерсти, к носкам. И мы всегда мучаемся, когда выходим в сад, проходимся. И у нас все носки в таких колючках, которые вообще практически не отлипают. Так вот. Мама начала мыть. У нее все лапы. Все у нее в этих шашабарниках. Вот такой вот мытый, лохматый медведь у нас. Посерился, всего лишь живет один день. У нее такая шерсть интересная, кудрявая такая, волнистая. Помыли собаку, а она какая-то не такая. Мама говорит, иди ее расчеши. Ее, видимо, расчесывали, потому что она была пушистая. Иди сюда. Я тебя расчешу, попытаюсь, во всяком случае. Иди сюда. Дворик, иди сюда. Она только к чашкам, как магнит ее притягивает. Уже сказали, зачем вы столько кормите. Не надо столько кормить собаку. Она все притягивается к чашке. Иди сюда, иди сюда. Она не понимает. Иди сюда, иди сюда. Надо отставлять чашки. Иначе она будет прикована вечно к этим чашкам. Вот голова у нее нормальная, остальное она кудрявая. Она кудрявая какая-то. Ее с шампунем подемыли-то. Чтобы не было такого. Ну, я не знаю. Как ее расчесывать? А малышка у нас любит, когда ее расчесывают. А как собак расчесывают? Наша любит. Сегодня вытирала в первый раз в жизни своей собаку. Сейчас еще первый раз в своей жизни собаку расчесываю. Ну, похоже, что надо ее расчесывать. Она даже такая пушистая. У нее волосы кудрявые стали. Это может от нашей воды? У нас хорошего. Иди сюда. Играть конечно надо будет. Иди сюда. Иди сюда. Все, давай я тебя расчешу. Причешу тебя я гладко. Расчешу тебя я гладко. Может быть просто другая расческа нужна. Вот она хочет играться. Она не хочет расчесываться. Она не хочет быть красивой. Она хочет просто, чтобы ее с ней поиграли. Иди сюда. Иди сюда. Мы тебя на коврике расчесываем. Иди сюда. Куда ты ушла? Иди сюда. И не сидит ведь, да? Она не хочет сидеть. Ее, значит, стирали с кондиционером. Иди сюда. Вот. Вот. Малышка уже бросится сюда хочет. Так ей же интересно, что там делают другую собаку. Ревность. 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 Не было заботы. Еще заботы. Она в одну. Сами себе нашли. Ну, малышку мы тоже расчесывали, но не мыли. У нас не было необходимости просто ее мыть. Купать. Не нравится ей Да, видимо не хочет, но Шерсть уже чуть стала больше похожа На как была Значит ее реально расчесывали Я в шоке Я вообще в шоке И она без конца хочет есть Она столько ест, ест Нельзя же столько давать ей еды Чашки поставили, потому что у нас есть еще кошка Она тоже хочет есть Малышка мало ест, понемножку Но она часто прибегает, немножко поест и все А это сразу чашка пустая Скановится У нас иногда Целыми днями чашка стоит седой Никто это не ест, ни кошка, ни собака Сейчас у нас есть кому доедать Но так тоже нельзя, чтобы она много так ела Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому!